Они были первыми строителями на нашей планете. Архитекторы и инженеры от природы, они возводят свои дома во всех уголках планеты. Каждое из этих удивительных строений совершенно особое. Одни элегантны в своей простоте, другие невероятно сложны. Строят их и с помощью клюва, и с помощью лап. И все они служат одной цели – дать владельцам защиту, пока те заняты выведением потомства. Наш рассказ начинается с истории о выдающихся строителях. Гнездо – дело тонкое. Каждое из них должно идеально подходить своему создателю. И гнездо из красной глины, и из тончайших шелковых нитей. Именно здесь начинается семейная жизнь вольных творений дикой природы. Архитекторы от природы. Гнезда. Из самых обычных природных материалов птицы способны сотворить чудо. Изящные круги из травы и веток. Корзины, искусно сплетенные из лозы. Впечатляющие замки из дерева и глины. Настоящее произведение искусства. Они так мастерски выполнены и так красивы, что трудно поверить, что они созданы клювом, а не руками. Красивый дом строят даже самая маленькая из птиц. Калибрикалиптоанны – одновременно и землемер, и архитектор, и строитель. Создание гнезда она начинает с конструирования платформы из мягких пушистых волокон, сорванных с ближайших растений. В качестве подмостков выбрана небольшая ветка. Она станет основой будущего строительства. Работая по кругу, птицы используют эту маленькую рамку, чтобы сформировать чашу. Теперь ей нужна нить, чтобы все это скрепить. Ее производит другой искусственный архитектор. Найти ее совсем не сложно. Это обычная паутина. Находясь в центре будущего гнезда, птица наращивает и высоту его стенок, и толщину, утрамбовывая лапками толстые волокна. Когда эта часть работы почти закончена, калибри начинает покрывать гнездо снаружи лишайником, семенами и мхом. И вот... Все готово. Готов маленький дом для будущих крошечных птенцов калибри. Сегодня в мире насчитывается около 10 тысяч видов птиц. И каждая из их гнезд — это колыбель жизни, сделанная на заказ. Отсюда, в большой мир, выходят миллионы существ. И вся их оставшаяся жизнь будет связана с гнездом. Все красочные, яркие ухаживания и соперничества. Невероятные чудеса навигации, миграционные марафоны — все это служит одной цели. Исполнению родительского долга перед следующим поколением. Эта скопа только что вернулась на гнездование домой в уединенную бухту на побережье штата Коннектикут. Начав путь в Южной Америке, самец пролетел почти 5 тысяч километров, чтобы восстановить гнездо, которое построил здесь 4 года назад. Представьте его изумление, когда он обнаружил, что гнездо исчезло. Его гнездо, как и многие другие дома на северо-восточном побережье, разрушило Октябрьское буря. Но эта птица так просто не сдастся. Он решает восстановить гнездо. Сейчас только март, но время не ждет. Ему потребуется минимум две недели, чтобы успеть построить гнездо к сезону. К счастью, на пляже неподалеку множество строительных материалов. Возможно, даже из его старого гнезда. Грязь и морские водоросли выполняют роль строительного раствора. Ему не помешал бы помощник. Он уже несколько лет встречается здесь весной со своей спутницей. Она уже должна была прилететь, но ее все еще нет. Его усилия привлекли внимание новой самки, которая ищет себе партнера. Чтобы произвести на нее впечатление, он поворачивается спиной, низко пригнувшись и сгибая крылья. Она моложе него, но при этом крупнее, как обычно бывает у хищных птиц. Теперь, когда он привлек ее внимание, ему приходится облетать ее во время работы. Вероятно, это ее первый сезон гнездования, и она понятия не имеет, что делать. Она отлетает в сторонку, чтобы наблюдать за его работой с высоты птичьего полета. Постепенно гнездо приобретает форму. Молодая самка вовлекается в процесс и приносит очередную ветку для подстилки. КОНОКОЛОЕ ПТИЦЫ КОНОКОЛОЕ ПТИЦЫ КОНОКОЛОЕ ПТИЦЫ приносят только по одной ветке. Постепенно их накапливаются сотни. Это огромный труд. Сам он весит меньше двух килограммов. Но гнездо его будет весить больше двухсот. Стройку самец прерывает только, чтобы ухаживать за своей новой партнершей. Он приносит ей свежую рыбу. Эти две скопы строят не просто гнездо. Работой вместе и делясь пищей, они создают связь, которая может продлиться годами. Они могут гордиться своим гнездом. Оно вышло таким замечательным, что на него появляются и другие претенденты. На их территорию вторгся чужак. Этого наш самец не потерпит. Это другой самец. И если он сможет сбросить нашего героя, он может получить и гнездо, и самку. Наш самец вступает в бой. Санка удерживает позиции. Она отражает прямую атаку. Затем снова занимает гнездо. Захватчик изгнан. И наш самец возвращается домой, где его ждет заслуженная награда. Стараясь не поранить самку когтями, он осторожно балансирует на ее спине. Птицы спариваются. Вскоре самка отложит яйца в том доме, что они построили и защищали вместе. И тогда это гнездо и все усилия, которые они уже вложили в него, окупятся с лихвой. Скопы — плотники. А вот рыжие печники — скульпторы, работающие с грязью и глиной. На заборе пастбища Воругвая находятся развалины старого гнездового купола. Некогда это был домик печника. Теперь же от него не осталось почти ничего, кроме основания. Здесь вполне безопасно, и весь лук виден как на ладони. Самка взволнованно призывает самца. И он летит на ее зов, чтобы осмотреть имущество. Им не терпится приступить к строительству на этом месте. Нужно лишь дождаться подходящей погоды. Тем, кто строит из грязи, без дождя не обойтись. Размокшую красную глину можно смешать с растениями. Получившемуся саману они умело придадут нужную форму. Пара приступает к работе. Впереди их ждет больше месяца строительства. Они внимательно следят за тем, чтобы внутри было достаточно места. Чтобы там поместилась складка из двух-четырех яиц и высиживающая их взрослая особь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дом постепенно приобретает форму, и другие птицы начинают проявлять к нему интерес. Шафрановый вьюрок и большая питанга отмечают это место. Кто-то из них, возможно, займет гнездо в следующем году, когда печники улетят отсюда. А вот блестящие коровьи трупиалы подбираются слишком близко. Черные блестящие птицы — самцы. Но, похоже, больше всего постройка впечатлила невзрачных самок. Печникам приходится тратить столько же усилий на защиту дома, сколько потребовалось на его постройку. Наконец, купол почти закончен. Оставив большое входное отверстие, печники неожиданно переключаются на работу над любопытной внутренней конструкцией. Внутри простого купола птицы создают фойе. Они строят изогнутую стену, отделяя основное пространство гнезда. Но стена не глухая. Наверху оставляют отверстие, чтобы можно было попасть в просторные внутренние покои. Теперь попасть в дом не так просто. Это мера безопасности, облегчающая его защиту. Отверстие очень узкое даже для владельцев. Оба родителя прилетают и улетают. В течение следующих двух недель они будут по очереди высиживать яйца, выполняя все обязанности вместе. Так же, как они это делали с момента начала строительства. Саман — очень древний строительный материал. Мы, люди, используем его около 10 тысяч лет. Но представьте себе гораздо более древнюю архитектуру. Строения, которые старше динозавров. В темных тропических лесах Австралии обитают существа, возродившие древнее искусство строительства таких гнезд. Кустарниковый большинок. Желтое ожерелье и ярко-красная голова делает его очень заметным. Несмотря на внешние сходства, он вовсе не близкий родственник индейки. Он представитель совсем другого семейства — большиногов. Своими большими ногами он собирает опавшую листву в огромную кучу. Ее размер может достигать 4 метров в поперечнике и более метра в высоту. Получается гигантское гнездо. Этот большиног — его единственный владелец. Это территориальная птица. Самец будет строить свой дом и ухаживать за ним в течение всего сезона гнездования. Самка с куда более скромным желтым родником наблюдала за его работой со стороны. И теперь присоединяется, чтобы подготовить небольшие ямки для откладывания яиц. Не все большиноги строят холмы, но кустарниковые специализируются именно на этом. Когда-то в далеком прошлом они отошли от традиции своих предков высиживать яйца, найдя новый источник тепла. Когда эта гигантская куча палок и листьев загнивает, она нагревается. Кустарниковый большиног может с высокой точностью определить, подходит ли температура для инкубации яиц. Самка делает это с помощью высокочувствительного клюва. Все в порядке. Вот чего ждал самец, ради чего он работал. Он так взбодоражен, что никак не может успокоиться. Самка не торопится. За один раз она откладывает одно большое белое яйцо. Она может снести в это гнездо несколько яиц, а потом перейти к другому. Эти яйца, возможно, даже не его. Едва встав, она пытается закопать яйцо поглубже. Но самец настаивает на том, чтобы все сделать самому. Каждое яйцо занимает определенное место. В одной куче может быть до 50 яиц, снесенных разными самками. Расстояние между ними не больше 30 сантиметров и расположены они по кругу, на глубине полуметра. Эта насыпь, по сути, куча компоста. В ней также вырабатывается тепло. Его так много, что необходимость сидеть на яйцах полностью отпадает. Но очень важно поддерживать определенную температуру. Для развития эмбрионов она должна быть не ниже 33 и не выше 35 градусов. Самец контролирует ситуацию снаружи. Он постоянно проверяет температуру внутри холма, перемещает разлагающиеся растения, чтобы удержать ее на нужном уровне. И лишь примерно через 50 дней в глубине этой кучи из яйца покажется лапка, похожая на лапу древнего динозавра. Вылупившийся птенец должен самостоятельно добраться до поверхности. Родители не будут его встречать. На создание инкубационной насыпи у них ушли все силы. И это освободило их от всех дальнейших родительских обязанностей. Один за другим маленькие большеноги отправляются в самостоятельную жизнь. Они выискивают насекомых в листве, инстинктивно используя ноги, которые в будущем помогут им построить свои собственные гнезда. Куча из листьев это прекрасный пример использования энергии из альтернативных источников. Но с точки зрения архитектуры конструкция, мягко говоря, примитивная. Совсем другое дело искусно созданной конструкцией тех птиц, которые плетут свои гнезда. Эти дома настоящие шедевры. Они прочные и изящные. И нам удалось застать архитекторов в процессе творения. В южно-африканских болотах в зарослях тростника и камыша огненные бархатные ткачи проходят через все трудности брачного периода. Брачная окраска самцов очень яркая. Они больше похожи на разноцветные помпоны, чем на птиц. Они могут не только красоваться. чтобы произвести впечатление на потенциальных партнеров, они строят гнезда. Причудливый клюв, так же, как и броска оперения, показатель его потенциала. Он специализируется на работе с тонкими нитями травы и других растений. Его творение будет прочным, но воздушным. Если самка выберет его, она выстелит гнездо изнутри, чтобы находящиеся в нем яйца были скрыты от посторонних глаз. Это не единственная его собственность. Он может потратить два или три дня на плетение одного гнезда, но если ему удастся, он сможет построить дома для семи самок за один раз и до восемнадцати за весь сезон гнездования. И хотя это гнездо он еще не закончил, самке не терпится все осмотреть. Мы не знаем, по каким критериям она определяет, чем одно гнездо лучше другого и какое ей подходит. Когда она улетает, самец возвращается к работе. Закончив строительство, он начинает своеобразную рекламную кампанию. Возможно, та интересовавшаяся самка вернется и сделает этот пустой домик своим. В камышах по соседству возникают другие красивые дома. Это работа его родственника, чернолобого ткача. Как и огненный бархатный ткач, чернолобый строит много домов. До 25 в сезон. Но его сооружения сильно отличаются от сетчатых конструкций сородича. Он использует гораздо более толстые травинки, создавая двухслойный плотного плетения купол, который практически водонепроницаем. Все 57 видов ткачей питаются схожей пищей и ведут схожий образ жизни. Но у каждого из них свой уникальный архитектурный стиль. К счастью, на болотах нет недостатка в ткацком материале. Из сентября по январь здесь можно увидеть множество строящихся жилищных объектов. В другой части света, в тропическом лесу на Карибах, высоко в ветвях расположилась другая деревня из гнезд. Эти сложные корзины дома больших изящных птиц, хохлатых арапендал. Это представители семейства тупиаловых, а не ткачей. Тем не менее, их работы могут составить конкуренцию с самым изысканным гнездом, сотканным в Африке. Удивительно, но все эти голубоглазые желтохвостые ремесленники самки. Вместо того, чтобы зависеть от самцов в вопросе постройки подходящего гнезда, они взяли это на себя. Их деревня висит примерно в 20 метрах над землей, на самом краю ветвей. Выглядит все это довольно ненадежно, но на самом деле совершенно безопасно. Почти никому из хищников сюда не добраться. Гнезда так надежно сделаны, что даже урагану не под силу сорвать их с деревьев. Необычный вход, щель в самом верху узкого горлышка корзины и мягкая подстилка в самом гнезде обеспечивают птенцам защиту и комфорт. Мамы приходят и уходят, влетают и вылетают, трещат, кормят детей и убирают за ними. Период гнездования в самом разгаре, но одна самка только начинает новые строительства. Возможно, она молода и отрабатывает навыки конструирования гнезда. Сначала она разрывает листья пальмы бананов, лианы, на тонкие волокна, нити. Затем она обвивает их вокруг выбранной ветки, создавая таким образом основу для будущего плетения. Самец Арапендала наблюдает за ее работой. Самцы немного крупнее самок. И они не строят гнезда вообще. Они демонстрируют свои достоинства, низко склоняясь, поднимая ярко-желтые хвосты, размахивая крыльями и заливаясь пением. Но молодая самка не отвлекается. Теперь она работает как снаружи, так и внутри постройки, создавая вокруг себя расширяющуюся чашу. По мере того, как свет начинает меркнуть, самцы собираются вместе, устраиваясь на ночлег. А молодая самка продолжает плести, оттачивая мастерство до поздней ночи. Плетение гнезд удивительно. Именно благодаря этой технике они столь долговечны. Материалы, из которых строят гнезда, сами по себе непрочные. Но многократно переплетенные они могут выдерживать ветра и дожди на протяжении многих лет. Конец мая. Бухта, где живут скопы. Самка высиживает яйца уже восемь недель. Она встает лишь для того, чтобы съесть рыбу, которую и принес ей самец, и немного размять крылья. Спрятав когти, она аккуратно переворачивает яйца и продолжает свое дежурство. Но она здесь не одна. Гнездо обнаружили домовые воробьи. Они въехали сюда, построив свое собственное небольшое гнездо в глубине башни из веток. Дом, некогда уединенный, теперь превратился во многоквартирный комплекс. Теперь здесь ни на минуту не смолкает щебетание соседей, которые без остановки снуют туда-сюда. Скопа не обращает на них внимания. Только что вылупился ее первый птенец. Он еще совсем крошечный, а уже выпрашивает еду. Но самке нужно высидеть еще два яйца. Через день, когда самец приносит добычу, еду просят уже два птенца. Гнездо выглядит слишком большим для таких маленьких птенцов. Но на этой открытой и безопасной площадке очень удобно разделывать скользкую рыбу. Аккуратно и неспешно молодая мать кормит детей маленькими кусочками рыбы. Она старательно выбирает кусочки без костей. Это ее часть работы, а самец отвечает за ловлю рыбы. Третий птенец еще не вылупился. Самка укутывает и яйцо, и птенцов теплом своего оперения. Скопы предпочитают открытые пространства, чтобы можно было увидеть любую приближающуюся опасность. Защитой и укрытием для новорожденных служит тело матери. Несколько дней спустя наконец появляется третий птенец. Но, кажется, он не совсем здоров. Он не реагирует, даже когда в гнездо заглядывает самец. Этот птенец не прожил и дня. Все, что родители могут сделать теперь, это посвятить себя заботе о выживших птенцах и надеяться, что смогут обеспечить им надежную защиту, пока птенцы не будут готовы покинуть дом навсегда. Сделанный из самана дом печников был построен как надежное укрепление. Может сложиться впечатление, что дом из грязи угрожают размыть весенние дожди. Но это не так. Высохнув после постройки, он становится прочным, как бетон. Погода становится лучше. Печники утрачивают бдительность и оба отправляются пировать. После ливня особенно много насекомых и беспозвоночных. Это шанс, которого ждали трупиалы. Несмотря на все усилия печников прогнать их, они всегда находились поблизости, словно темная грозовая туча. И когда оба родителя оставили дом, туда тут же устремилась самка-трупиала. Это не то, что первым приходит на ум. Она не охотится за яйцами. Она не хочет ограбить гнездо. Напротив, она хочет добавить яйца к кладке. Трупиалы не имеют собственных гнезд. Им приходится использовать чужие. Она вылетела практически сразу же, но уже успела отложить яйцо рядом с яйцами печников. По ее плану, прилежная пара должна растить ее птенца в своем уютном доме, усердно трудясь, пока он не оперится. Эта стратегия трупиалов срабатывает часто, но не всегда. Вернувшись в гнездо, самка печника замечает, что что-то неладно. Она обнаруживает странное яйцо. Оно немного меньше тех, что она отложила. Она колеблется всего мгновения и затем выбрасывает его. Попытка незаконного проникновения в жилище пресечена. Гнездо печников в безопасности. Трупиалам приходится искать другой дом. Гнездящиеся в соседней Аргентине белобровые певчие пересмешники самые вероятные претенденты на звание приемных родителей. Их крепкие гнезда и стуга сплетенных ветвей укрыты в колючем кустарнике, растущем на широких лугах. Самка может откладывать до четырех пестрых яиц по одному в день. Она будет высиживать их на протяжении двух недель, прерываясь ненадолго на поиски пищи. Если место для гнезда выбрано удачно, у родителей больше времени для кормления. Но трупиалы внимательно следят за их перемещениями. Гнездо пересмешника идеальное место, чтобы подложить свои яйца. Если, конечно, удастся проскользнуть мимо бдительных домовладельцев. В предрассветной тьме трупиалы делают свой ход. С помощью инфракрасных камер мы можем видеть, что пересмешники уже проснулись. Они встревожены и готовы отбить нападение. Пока пересмешники прогоняют одного незваного гостя, другой пользуется моментом. В считанные секунды трупиал пробирается внутрь и откладывает маленькое круглое яйцо рядом с большим овальным яйцом пересмешника. Трупиалы проделывают то же самое с другими гнездами. Самка пересмешника опоздала всего на несколько секунд. Она колеблется мгновение, затем переворачивает яйцо, как будто это ее собственное. Очень важно успеть вовремя. Если самку трупиала поймают, ей не поздоровится. Пересмешник придет в ярость. Самка трупиала не отступает от своей цели и откладывает яйцо. Но, ставшая свидетельницей преступления, самка пересмешника не будет с этим мириться. И она незамедлительно избавляется от чужого яйца. Итак, до самого рассвета без конца. Трупиалы пробираются в гнезда, пересмешники возмущаются. до тех пор, пока кто-то не застанет нарушительницу на месте преступления и не вышвырнет ее из дома. Затем все снова повторяется. Светает. Пересмешники обосновываются на яйцах, согревают их и переворачивают. Но во многих гнездах оказываются яйца, которые выглядят немного по-другому. При дневном свете мы видим, что они все крапчатые, но некоторые чуть меньше, и цвет их немного отличаются. Именно из этих яиц вылупляются первые птенцы. Из меньшего по размеру яйца появился трупиал. Он получит преимущество перед другими птенцами. Он полностью зависит от родителей-пересмешников. Когда вылупляются другие птенцы, родители будут добывать еду для всех. Широко раскрытые розовые клювы – это трупиалы. Желтые – маленькие пересмешники. Это непростое время. Через пару недель все птенцы оперятся. В терновых зарослях пересмешники упорно трудятся, чтобы накормить голодные рты. Но из-за этого многие птенцы остаются одни, пока не вернутся родители. Их единственная защита заключается в том, чтобы сидеть тихо. Но иногда гнезда, предназначенные для обеспечения безопасности, могут стать смертельной ловушкой. Змея уносит более крупного птенца-пересмешника. Оставляя родителям только перепуганного трупиала. Даже после того, как птенцы оперились, пересмешники кормят их еще неделю-другую. Пересмешники и маленькие трупиалы сидят вместе на ветках терновника, не замечая, как странно выглядит их семья. Эти птенцы продолжат яростную борьбу за гнезда, когда придет их время откладывать яйца. В этом году в гнезде скопы появилось два здоровых птенца. И к концу июля они стали такими же большими, как их родители. Но их ярко-оранжевые глаза еще не поменяли цвет на желтый, как у взрослых птиц. И края их перьев по-прежнему белые, что выдает в них молодняк. Они уже совершали короткие полеты к докам и к деревьям в своей бухте. Но чтобы научиться пользоваться почти двухметровыми крыльями как следует, потребуется много времени. Не все их полеты выглядят запланированными. Они все еще привязаны к гнезду. Пищат, как малыши, ждут, чтобы отец принес им рыбу. Как всегда, он отвечает на их призыв. Пройдет еще целый месяц, прежде чем они научатся обеспечивать себя сами. И поэтому молодым птицам по-прежнему необходимо гнездо. Их мать сидит рядом, наблюдая за ними. Но ее долгая работа по воспитанию потомства закончилась. До следующего года. Теперь молодняку нужно нарастить мускулы, чтобы управлять своими могучими крыльями. Пройдет еще несколько недель, и они, наконец, навсегда покинут единственный дом, который у них был. Семья, дом. Какие сильные чувства он вызывает. Гнездо имеет столь древнее происхождение и так сильно связано с будущим, что значит многое даже для нас. И это неудивительно. В глубоком прошлом наши предки тоже жили на деревьях. Как и многие птицы, там они находили пищу. Возможно, когда созревал инжир, наши предки перебирались с дерева на дерево в поисках плодов. Именно здесь они впервые начали строить. На самых вершинах деревьев, там, куда не могли забраться львы и леопарды, они сделали гнезда. Наши первые дома. Возможно, это было лишь пристанище на ночь. Удобный гамак, подвешенный в безопасном месте. Прошли многие тысячелетия, но по-прежнему в конце долгого дня нет ничего лучше, чем оказаться в своей собственной постели, в покое и безопасности. Дома. Озвучен студией СВДУБЛЬ по заказу ГТРК Культуры.